Здравствуйте! Вы смотрите Крымли в программу о том, как живут крымчане в оккупации и вынужденном переселении. Сегодня в выпуске о таких темах. ЮБК для богатых, а не для больных. В Крыму сокращают противотуберкулезные детские здравницы. Три дня в страхе. Силонова Павловка наводнили военные якобы для учений. Пять машин полиции для задержания трех человек. Преследование за фото с флагом Украины. Готовить крымчан к деоккупации. Какой должна быть дорожная карта? Для них обсуждение с гостем в студии. Курортный сезон на западном берегу в Евпатории прибавилось отдыхающих, но цены их шокируют. Каждый день в Крыму пять человек заболевают разными формами туберкулеза. Это данные Крымского центра в тезиатрии и пульмонологии. В России каждый год туберкулезом заболевают 59 человек на 100 тысяч населения. А в Крыму заболеваемость превышает среднюю по России на 20%. Но при этом оккупационная крымская власть решила сократить часть противотуберкулезных детских санаториев. Видимо, ни крымским, ни российским переболевшим детям и малышам с низким иммунитетом оздоровление не нужно. Особенно если учесть, что здравницы расположены в самых привлекательных для состоятельных людей южнобережных уголках полуострова. Детский противотуберкулезный санаторий «Москва» вот-вот сменит вывеску. До 1 сентября здесь проходит реорганизация. Вскоре он вольется в санаторий «Семьиз» в качестве отделения. Такое решение было принято еще в апреле оккупационным крымским правительством. Персонал санатория выразил свое несогласие. В российских СМИ появились критические материалы о захвате территории крымскими чиновниками. Прозвучали обвинения в адрес так называемого вице-премьера Крыма Николая Янаки. Он заявил, что у его матери есть эллинг и четыре сотки земли под ним, но не на территории санатория, а рядом. Сейчас коллектив, по всей видимости, удалось успокоить. Исполняющий обязанности главврача санатория «Москва» Андрей Татаренков считает, что слухи об уничтожении детского учреждения преувеличены. При этом открыто делать заявление он не готов. То есть, сохраняется все. Сохраняется как бы структура детского отделения санатория, противотуберкулезный статус санатория. Но и по поводу самых главных сотрудников, еще раз повторяю, достаточно открыть само распоряжение, открыть закон. И на этом, я думаю, все вопросы дальнейшие могут идти. Однако, свериться с буквой закона по реструктуризации санатория «Москва» довольно проблематично. Это решение принималось без согласования со специальной комиссией. А ведь она по российским требованиям должна была оценить последствия такого шага. Зато демонстрируются причины для слияния, якобы неэффективность деятельности санатория. Его обвиняют в напрасных и нецелевых тратах. Насчитали несколько миллионов рублей. Ревизия показала, что за указанный период санаторий не в полном объеме выполнял свои основные функции – выполнение плана койко-дней. Следствием чего допущено неэффективное использование бюджетных средств на сумму 3,8 миллиона рублей. Кроме того, произведены фактические расходы не в соответствии с профилем санаторного учреждения – на сумму 101,5 тысячи рублей. Также в процессе проведения ревизии обнаружены другие финансовые нарушения на сумму 845,5 тысяч рублей. Непонятная ситуация с загрузкой санатория. В нем 120 мест, а путевки оплачены только в 100 детям. Сейчас там 108 пациентов, то есть загруженность на 108% отмечает Андрей Татаренков. При этом так называемый Крымский Минздрав считает, что в нынешней ситуации Крыму попросту не нужна большая часть противотуберкулезных детских санаториев. Сейчас существует 780 коек, а нужно 250. При этом, например, соседний противотуберкулезный санаторий «Юность» тоже заполнен. Там на смене 121 ребенок из 120 по плану. В общем, говорит местный персонал, путевок выделено недостаточно. В этом году мало путевок для детей именно для Крымских детей. А мы в первую очередь должны оздоровить детей, которые опекаемые, сиропые, которые из них были получены сильнее, многодетные. И в основном у нас в первую очередь такие дети оздоравливаются. Такая странная ситуация с детскими противотуберкулезными санаториями сложилась давно. Их активно разворовывали, денег на ремонт не выделяли, путевки перепродавали. Когда в мае 2013 года в «Юности» рухнул балкон и погибла 10-летняя львовянка Диана Сидельника, а еще трое детей получили травмы, начались показательные проверки. Была найдена масса нарушений по незаконному размещению отдыхающих – Дерибану санаторской территории. Одна ее часть и сейчас за забором, на месте климата павильона – двухэтажный особняк. Он опечатан. Тогда вскрылись и жалобы родителей на условия отдыха и лечения. Детей поселили в аварийный, закрытый шестой корпус. А делать это не имели права. После этого сменили половину персонала, уверяет заместитель главврача санатория «Юность» Болеслав Жилевич. Сам он занял свое кресло на этой же волне, два года назад. На камеру говорить отказался, но съемку на санаторской территории разрешил, как и общение с детьми. Маленькие пациенты уверяют, что и отдыхать и лечиться им в «Юности» нравится. Зарядка утром, мы ходим по магазинам, гуляем со санатрадом, ходим на гурт, гулять. Потом тихий час, дискотеки, мероприятия. Много чего интересного. Недавно я был на стальной комнате, я не знаю, как она называется точно. То есть там сверху такой вид, как кораллы, очень красиво, подсветка с разными цветами и играет приятную расслабляющую музыку. Несмотря на некоторые улучшения, в санатории «Юность» реконструкция шестого корпуса, где произошла трагедия, до сих пор не завершена. Что касается реорганизации «Юности», пока об этом речь не идет. Но в целом в крымской медицине полным ходом начат процесс слияния лечебных заведений. Пять машин полиции для задержания трех человек. Так, в Симферополе охотились на двух крымчан и московского адвоката. Вечером 11 августа представитель Украинского культурного центра Крыма Вильдар Шикурджиев и крымчанка Ирина Копылова сфотографировались возле памятника Ленина с украинским флагом. Вместе с ними была и московский адвокат Ирина Бирюкова. Всех троих задержали представители отдела по борьбе с экстремизмом. Для этого даже перекрывали дорогу возле гостиницы, где остановилась адвокат. При этом Ирине Бирюковой отказали в праве быть защитником Шикурджиевой и Копыловой, хотя она не принимала участие в фотографировании. В итоге против каждого из них составили протокол об административном правонарушении за якобы проведенное публичное несанкционированное мероприятие. В полицейский участок прибыли представители ФСБ, написала на своей странице в сети Facebook адвокат Ирина Бирюкова. Ее пытались заставить пройти доктилоскопию. Отвечать на вопросы представителей ФСБ адвокат отказалась. Друзья нашли для задержанных адвоката. Из-за возникшего резонанса всех троих в итоге отпустили. Три дня в страхе без объяснений держали военные жители села Новопавловка и Бахчисарайского района. По словам очевидцев, военные досматривали автомобили, заходили и осматривали дома. В районе села Трудолюбовка была сконцентрирована военная техника, БТР и танки. Полицейские от людей отмахивались, мол, идут учения. Официальным местным жителям так никто и не удосужился что-либо объяснить и извиниться за доставленные неприятности. На эпицентр военной операции три дня было похоже село Новопавловка Бахчисарайского района. 7 августа, рассказывают местные жители, больше тысячи военнослужащих отцепили бывший стадион футбольного клуба «Таврия». По улицам и вокруг поселка шли проверки. Дороги преградила тяжелая техника. Звучали автоматные очереди. Люди звонили в полицию. Там, дескать, объяснили, идут учения. Однако жители поселка в это не верят. Важно то, что сейчас порядка нет. Я не берусь и это осуждать, но не доберешься и не дозвонишься. Я хочу, чтобы истинная правда была из уст тех людей, которые были. Видели все это. Я, как мне уже 80 лет, я не могу бегать за этими. Я только опасаюсь и за детей, и за свое хозяйство. Хозяйство в семье большое. Овцы и коровы. За ними нужен глаз да глаз. Дело не только в уходе. Воры тоже не дремлют, говорит Хатеже Ханум. Поэтому появление неизвестных на технике без опознавательных знаков восприняли очень настороженно. Ну, вот это вот момент сейчас, последний момент, мы не поняли. Мы соседей попросили, всех попросили. Может, кто-то знает, зачем, почему вот это все заваруха. Никто подробно ничего не сказал. Но в первый раз, в первые разы, когда здесь ходили машины на Нивах, на них никаких знаков, никаких ничего не было. У Хатеже Куртометовой 10 внуков. Двое из них как раз спасли овец на горке за селом, когда их остановили люди в военной форме с автоматами. Военные искали какого-то человека. После опроса ребят отпустили, документы не проверяли. И подошли, спросили, никого мы не видели. Мы сказали, не было никого. И пошли дальше. К нам, ну, сверху спустились, потом по оврагу еще подошли несколько человек. Вот так мы спустились и потом домой пошли. Людям, пережившим стресс после учений, до сих пор ничего толком не пояснили. Селяне в недоумении и теряются в догадках. Ну, знаю, учение антитеррорского. Точно не знаю даже. У местных жителей больше всего версий в пользу того, что в селе шла антитеррористическая операция. Была ли она учебной или это реальная отработка, никто не знает. Местные жители настаивают. В Крыму идет активная охота на ведьм. А российские чиновники, побывавшие с недавним визитом на полуострове, уточняют. Антитеррористическая кампания может начаться здесь в связи с угрозой со стороны Украины. Крымчан нужно готовить к деоккупации. Общественные деятели и журналисты ждут от власти Украины подготовки некой декларации о намерениях, в которой будет разъясняться, какие действия и поступки крымчан Украина считает нежелательными, а какие, напротив, нормативными. Какие имущественные права крымчан с украинскими паспортами она готова гарантировать, а какие нет. Украинским властям следует начать готовить крымчан до оккупации полуострова, считают журналисты и эксперты. За полтора года российской аннексии Крыма украинские чиновники так и не заявили внятной позиции о том, как вернуть полуостров. Однако за это время назрела необходимость работы не только над процессом возвращения региона под контроль Украины, сколько работы с его жителями. Мы же понимаем, что в Крыму осталось жить 2 миллиона 300 тысяч человек, и очень многие, значительные части из которых продолжают воспринимать именно Киев, а не Москву, как собственную столицу. И вот для этих людей Киев должен просто прописать те шаги, например, те вещи, которые он считает недопустимыми для граждан Украины, живущих в Крыму. Он должен четко очертить красные флажки, не выход за которые позволит человеку оставаться в украинском правовом поле, живя в Крыму. С момента вооруженного захвата Крыма из уст украинских чиновников разного калибра прозвучали многочисленные заявления о том, что полуостров был и остается украинским, а также обещание освободить его от окупантов. А вот посылов к самим крымчанам в них чаще всего нет. А если они присутствуют, то конкретными и взвешенными назвать их сложно. Крым остается нашим первым приоритетом. Просто у меня предупреждение держаться, держаться, выживать. Каждую минуту мы будем делать все возможное для того, чтобы повернуть Крым в Украину. Что должны вынести для себя крымчане из последнего заявления президента, непонятно. А вот факты говорят сами за себя. За последние полтора года в Украине не появилось ни обещанного единого государственного органа, который бы реально работал над крымской проблемой и был эффективным, не даже приблизительной стратегией возвращения полуострова. Государство не может этого сделать. Говоря о государстве, мы понимаем совокупность институтов и чиновников, которые в них работают. Потому что эти чиновники не умеют. Для киевского бюрократа, ну прежде всего для киевского бюрократа, крымские проблемы и 20 лет назад были темным лесом, а сейчас и тому подобное. Эксперты и журналисты, которые работают над крымской проблемой, сходятся во мнении. Признать Крым оккупированной территорией недостаточно. Украинским властям необходимо более активно работать с крымчанами, чтобы те понимали, как и по каким правилам им жить дальше. Украинские оппоненты, украинские враги могут использовать как раз таки вакуум информации для того, чтобы пугать крымчан. Мол, если вернется Украина, то у вас отберут квартиры, машины и так далее, и так далее. Киев в меру своих полномочий мог бы сказать о том, какие имущественные права крымчан сохранятся, какие имущественные права крымчан будут пересмотрены и успокоить, ребят, вот эти вот, я не знаю, работа библиотекарем в Крыму или сотрудником музея или школьным учителем не будет основой для того, чтобы вас кто-то обвинил в нарушении, в измене родины. Над созданием своеобразной дорожной карты для крымчан на данный момент работает в Министерстве юстиции и Мининформполитики. Результатами обещают поделиться в ближайшее время. И у нас в гостях Сергей Громенко, эксперт Украинского института национальной памяти. Обсудим тему деоккупации Крыма и возможной дорожной карты для крымчан. На ваш взгляд, есть ли политическая воля у украинской власти для того, чтобы такую дорожную карту крымчанам все-таки сделать? И какой должен быть первый шаг в этом направлении? Как минимум, Министерство юстиции Украины следовало бы выпустить, ну, какое-нибудь толкование тех статей Уголовного кодекса, которые у нас раньше практически не применялись, но которые, к сожалению, обрели актуальность в последнее время. А именно о Державной израде и статья про заклыки дуповалыня Державного ладу. Поэтому, если бы Министерство юстиции начало с разъяснений, что именно подразумевается в этих статьях, то, я думаю, было бы гораздо проще говорить и о том, что в оккупированном Крыму можно делать, а чего нельзя. Потому что пока мы понимаем только, что, например, речь идет о работе в оккупационных органах власти, да, это очевидно, что, по идее, вот это вот должно быть приравнено до Державной израды, а все остальные моменты непонятны. Святая правда. Нет никаких сомнений, что работа сантехником – это одно, а работа депутатом, условно, депутатом – совсем другое. Но где заканчиваются административные должности и начинаются рабочие – это совсем непонятно. Но в Украине нет как бы отдельного закона о коллаборационизме, поэтому приходится думать, как же будет Уголовный кодекс в нынешней редакции истолкован в будущем. Но политическая воля такая есть? Вас услышали, вот, общественников, журналистов, которые говорят об этом? Или нет? Я думаю, что определенные подвижки все-таки имеются. Хотя еще рано говорить о каких-то конкретных шагах и уж тем более о какой-то там целостной и стройной концепции. Но, по крайней мере, каждый делает понемножку то, что он может делать. В конечном итоге залогом продвижения украинской государственной машины на пути к деоккупации Крыма – это появление крымчан в органах власти. Потому что, ну, кто, кроме крымчан, может хорошо разбираться в этой теме? 20 лет назад для киевских бюрократов Крым был темным лесом, и таким он остается, на самом деле, сегодня. Теперь, когда в Министерстве юстиции есть крымчане, можно думать, что этот процесс ускорится. Ну, Министерство юстиции в последнее время хоть как-то начало действовать. Ну, мы видим, что готовят, по крайней мере, упрощенную систему выдачи документов крымчанам. Да, еще какие-то моменты они прорабатывают. Не знаю, когда появится результат, но, по крайней мере, декларация об этом есть, что мы готовим документы для крымчан. Если вернуться к дорожной карте, на Ваш взгляд, какие вещи еще могут быть абсолютно неприемлемыми? И какие вещи, ну, там, власти нужно закрыть глаза на то, что там происходит сейчас в оккупационной зоне? Прежде всего, должен быть урегулирован вопрос собственности и возникающий из него вопрос признания документов. Согласно общему положению в юридической практике, тот покупатель, который является добросовестным, не должен нести ответственность в случае, если его контрагент совершает преступление. И вот здесь встает в полный рост вопрос. Покупка-продажа земли, ну, земли-то, может быть, и нет, но недвижимость и движимого имущества в Крыму сейчас является ничтожным с юридической точки зрения Украины или не является? Как решать споры в том случае, если кто-то оставил свою квартиру, ее потом ушлые дельцы продали честному покупателю, а потом хозяин после декупации вернется и непонятно, что к чему? Многие-многие такие вопросы поднимаются, вопросы, которые обязательно возникнут, вопросы с начислением трудового стажа. И я думаю, что здесь пока еще по большей части работа для юристов, не для популяризаторов, не для журналистов. Смотрите, те подвижки, которые есть сейчас. Вот внесен законопроект о признании недепортации крымских татар к геноцидам. Это незаконный проект, это проект постановления Верховной Рады. Это постановление, да. Это тот документ, который ему колокняжицкий. Насколько другие подвижки реально ведут нас к декупации? Смотрите, до сих пор так и не отменен закон АСС. Как этого не требуют, как этого не просят? Как оцениваете эти моменты? Смотрите, а я же не являюсь членом законодательного корпуса. Естественно. Но у вас есть свой взгляд, я думаю, на эти вещи. Безусловно. Я думаю, что инерция государственной машины будет преодолеваться потихоньку. Это что касается скандальных законов. С другой стороны, многое не делается, потому что делать некому. Государство – это не какой-то абсолют, в котором все происходит по щелчку его руководителей. Президента, премьера или спикера парламента. На самом деле, государство – это совокупность институций, в которых работают обычные люди. И вот если эти обычные люди в силу каких-то причин не умеют решать проблемы, которые становятся в полный рост перед Украиной, в том числе и по крымскому вопросу, глупо ожидать, что они возьмут и сразу научатся. Поэтому совершенно очевидно, что государственная машина в Украине очень нетороплива и местами даже неповоротлива. Но подвижки есть. Подвижки есть. И, например, из того, что ближе лично мне, закон о декоммунизации распространяется на всю территорию Украины. Даже на те ее части, которые сейчас находятся под управлением другого государства. Тем не менее, в официальные документы украинские будут внесены соответствующие изменения. Города и села в Крыму и на оккупированной части Донбасса будут переименованы, вне зависимости от того, когда реально удастся поменять таблички. И по многим другим направлениям Украина начинает продвигаться дальше. Но есть вот такие вот вещи, как тот же изменение закона или отмена закона АСС. Тут уже нужна просто политическая воля депутатов. Потому что проекты подготовлены, предложения все есть в Раде. Осталось только сесть и проголосовать. Вот каких-то вещей... Осталось сесть и проголосовать далеко. К сожалению, не все народные депутаты в Украине понимают, насколько важно решать проблемы Крыма до того, как он вернется под управление Украиной. Потому что решать проблемы после придется в таком же авральном порядке, как и сейчас на свежеосвобожденных территориях Донбасса. Ну, верю, что политическая воля и понимание того, насколько важно для граждан Украины, оставшихся в Крыму, чтобы Украина там демонстрировала, что она не забыла, я думаю, что рано или поздно, а скорее рано даже, чем поздно, все нормализуется. Спасибо большое вам за беседу. Я напомню, в студии был Сергей Громенко, эксперт Украинского института национальной памяти. И мы говорили в основном о деоккупации Крыма и дорожной карте для крымчан. В Западном Крыму прибавилось отдыхающих. Евпатория всегда славилась своими детскими здравницами. О впечатлениях от отдыха в селах и городских санаториях и ценах – последний сюжет нашего выпуска. В Западном Крыму прибавилось отдыхающих. Этот регион хорошо подходит для отдыха с детьми, как, например, село Витина Сакского района. Из-за удаленности от основных магистралей и цивилизации здесь тихо и уютно. Песчаный пляж, мелководье. В этом году людей меньше, чем в предыдущем, говорят, отдыхающие. Многие гости из Москвы. На данный момент это лучшее место, где я бы советовала отдыхать с детьми. Здесь тишина, очень чисто, замечательная кухня, отличные хозяева. Что можно еще сказать? Номер в отеле для нее с пятилетним сыном обходится в 2200 рублей за сутки, рассказывает Юлия. Питание отдельно, но готовят тут же все свежее. Семья Костя тоже довольна отдыхом в тихом месте. Витина уже три недели, завтра домой. Тишина, покой, природа, отдых, экология, рыба плавает косяками. То есть замечательно все. Детям нужно здоровье, поэтому мы сторонники именно такого отдыха. Гости из Санкт-Петербурга в Крыму впервые. До этого успели заехать в Одессу. А у нас уже было три отпуска. Одесса, около Одессы, Голубицкая и вот четвертый отпуск – это Крым. Жители России хоть пруд пруди, граждан Украины – единицы. Александр Данилов, хоть из Донецка, теперь тоже считает себя россиянином. На момент референдума был в Крыму уже 13 лет, жил в Витина. В Донецк решил не возвращаться. Здесь уже много лет назад купил дом, занимается дайвингом. Вот и сейчас ждет новую группу. По его словам, приедут дайверы и из Украины, и из России. Мы украинцы и россияне. Ну, народ-то один, куда ж от них денешься. Все равно приезжают нырять на затонувшие объекты, на Волгодон, на Юджи, на Санта-Фе. Как приезжали, так и будут приезжать. Поменьше народу. Ну, ничего, думаю, все наладится у нас. От Витина до Евпатории 20 километров. Тут оживленнее народу больше. Ведь это настоящая курортная мека Крыма. 60 санаториев. Отдыхающие снова российского разлива. О том, что есть и украинцы, рассказывают продавцы. Узнают их по сложностям обращения с российскими деньгами. Россиянам в этом отношении проще, но цены тоже смущают. Нам очень нравится. Мы приезжали два года назад. И в этом году приехали опять. Мы из Новосибирска. Новосибирске тоже очень хорошее псковое море. Но черное лучше. Нам очень нравится. Нам очень нравится. Спокойно. Цены, правда, такие же, как в Сибири. Не знаю почему. На продукты, на крупы. Стоимость жилья в Евпатории примерно как в Витина. За номер со всеми удобствами гости из Ярославля платят 2800 за троих. Да, очень хорошо. Песочек. И ребенку хорошо. В общем, очень нравится. И обслуживание, и пляж чистый. Пляж, который так-то охваливают отдыхающие, Юнион. Вход свободный. Он в самом центре главной набережной Евпатории. Здесь много отдыхающих с детьми. Есть развлечение на море, бесплатный душ. Рядом пляж поскромнее. Зато и людей меньше. Остро пахнет неубранными водорослями. Отдыхающих это не смущает. Строит из них и песка башню. И в Патарийский регион, по данным оккупационного министерства курортов Крыма, заполнено отдыхающими на 55%. Данные представлены на 2 июля. Свежей информации пока нет. Вероятно, ведомство тоже на курорте. Это была вся информация этой недели. Больше новостей на сайте нашего канала BlackCityV. А я прощаюсь с вами до следующей недели.